В Италии соцопрос, проведенный по заказу медиа, выявил, что большинство жителей Апеннин в целом согласны с новыми ограничительными мерами, которые ввело правительство. Хотя эта точка зрения оказалась незначащей для тех, кто вышел на улицы, чтобы протестовать манифестанты, недовольные ранним закрытием баров, кафе и ресторанов. Как и отсутствие возможности в ближайшее время посетить фитнес-клуб или сходить в кино, глава Кабмина подчеркнул, что те бизнесы и малые предприятия, что понесут в результате решений властей убытки, получат доступ к помощи, ее размер составит 5 миллиардов евро. Мы пообещали, поддержку мы ее окажем, но наша сегодняшняя цель состоит в том, чтобы сдерживать эпидемию. Эти решения принимаются в интересах всей нации. Да, наши шаги могут подвергаться сомнению и критике, поскольку мы живем в демократической стране. Не это право каждого возражать против действий властей. Во Франции ситуация тяжелее, чем в Италии. Количество инфицированных увеличивается ежедневно на десятки тысяч человек. Число умерших за последние 24 часа составило 523 человека. Премьер уже заявил, что власти стоят перед тяжелым выбором, но если они его не сделают, работа стационаров через две недели будет парализована. В Европе самая высокая смертность от заражения коронавирусом наблюдается в Британии. COVID-19 окончился летальным исходом для более чем 45 тысяч жителей королевства. В Ноттингеме уже введен наивысший уровень опасности. И с полуночи четверга начнет действовать локальный месячный карантин. Вы держите людей в изоляции, чтобы замедлить распространение инфекции. Как только ограничения снимаются, они опять начинают общаться и все повторяется. Но они закрывают Ноттингем, что приведет к его банкротству. Мелкий и средний бизнес умрет, от города ничего не останется. В Германии в среду канцлер намерен провести видеоконференцию с главами правительств всех 16 федеральных земель. Сообщается, что Меркель настаивает на введении более строгих ограничительных мер. Институт Роберта Коха тем временем сообщает, что на этой неделе во вторник выявили почти 11,5 тысяч новых заражений. Субтитры создавал DimaTorzok